Иай. Господа, может вы... Или вы хотите туда смотреть? Мышка, ну вон мышка. Коллеги. Сила микрофона приемлема? Все хорошо слышат? Просто... Просто выступающий, да, действительно, начал слышать. Добрый день. Мне коллеги, которые выступали передо мной, сильно упростили задачу. То есть они уже вам объяснили, что такое есть волатильность. Поэтому я уже не буду затрачивать время, чтобы объяснить, что это такое. Остановлюсь только на несколько таких ключевых моментах, что именно мы сделали с точки зрения фьючерса, волатильность, с точки зрения его дизайна. О самом индексе я пропущу. Акценты хотел бы расставить какие? Мы провели небольшое исследование, чтобы показать, чем волатильность российского рынка отличается от американского. И пришли к очень интересным, в принципе, предсказуемым выводам. Но сам факт, что индекс RBI, на основе которого мы сделали индекс RBI, мы сделали по налоге с индексом Миксом, американским. Ее ликвидность не очень существенна. Но волатильность самого индекса, на который он взял, очень маленькая. То есть если посмотреть процентные изменения, то они там не превышают обычно 5%. В России, наоборот, у нас индекс RTS очень сильно волатильный, но при этом спрос на продукты волатильности, да, у нас был продукт RTS VX, который мы сделали, но, к сожалению, он не был востребован. Один из аргументов, который нам выдвигали, что он не был полностью арбитражируем, невозможно его реплицировать, и получил проблемы. Хорошо, мы как бы сейчас исправили ситуацию, надеемся, что, в принципе, участники найдут достойное применение. Потому что хеджировать есть что. Я специально привел некую формулу, чтобы те, кто знаком с индексом VXO, мог увидеть, что, в принципе, аналогия 100%. То есть как бы по той же самой методике. Свойства индекса. Ни для кого не секрет, что у нас антикорреляция между индексом волатильности и индексом RTS. Собственно, это можно увидеть. В некоторых случаях корреляция достигает минус 90%, средний минус 96%. Собственно, я сейчас в конце доклада становлюсь на некоторых стратегиях. И, собственно, вы поймете, где это можно использовать. Уже неоднократно говорили о том, что волатильность имеет некое понятие кластерности. Действительно, большую часть времени волатильность находится в неком коридоре. Собственно, это можно использовать. Что волатильность в некотором роде можно сравнить с целятором. То есть, если она опускается до каких-то минимальных значений, что показал первый автор, выступающий, то можно пытаться работать в покупке. Если она повышает каким-то кривым значением, можно в продаже. Единственное, не стоит ее употреблять, потому что в кривисные времена мы ее видели на уровне более трехзнаковых, более двухзнаковых. Что мы сделали с точки зрения дизайна фьючерса? Первый фьючерс RTS Winix был основан на самом индексе, который вычислялся между двумя сериями. Чтобы повысить репликацию, мы теперь смотрим исключительно на 30-дневную следующую серию опционных контрактов. Это позволило добиться полной репликации, если вы делаете по-честному, плюс-минус 7 страйков. Достаточно очень существенный шаг. Я попытался в некоторую таблицу привести, что мы изменили. То есть, по большому счету, официально даже в спецификации контрактов мы это аккуратно прописывали. Теперь у вас фьючерс не на сам индекс RVI, а фьючерс именно на следующую серию, 30-дневную опциону. Аккуратно это обратите внимание. Репликсируем с помощью реальных цен. То есть мы не смотрим на какие-то теоретические рассчитанные величины. То есть если вам нужно что-то поправить, вы можете выставить либо свои котировки, либо сделать реальные сделки в стакане. Это все неизбежно отразится на расчет целей. Экспирация по ближней трансцендельной серии у средней мы также оставили за 3 часа. То есть, в времени показалось оптимально. Ликвидность. Но я уже остановился, что у нас, в принципе, есть договор с 5 маркетмейкерами. Есть негласный договор, что если кому-то потребуется большая ликвидность, они вам с голоса обеспечат тот сайт, который вы посчитаете нужным. То есть в этом проблем нет. Сейчас в продакшене 2 серии, ближние и следующие. По-первых, пока стоят маркетмейкеры, по-второму, с голоса опять же можно договориться. Не проблема. Как можно использовать? Одна из таких распространенных стратегий, с чего начинался пиар с точки зрения американского рынка, в следствии антикорреляции, очень классный эффект получается инструмента. Что если у вас рынок начинает резко делать какие-то скачкообразные движения, то волатильность начинает расти. Тем самым вы можете делать хедж портфеля акций, ну, например, индексы какого-нибудь, с помощью индекса волатильности. Каким образом? Если портфель аккуратно растет, то RBI сильно не скачет вверх, и вы получаете свой плюс. Но если резко идет какое-то сквачкообразное движение вниз, у вас RBI резко возрастает, тем самым вам достаточно лишнить 15% вашего актива на индекс волатильности, тем самым вы свой убыток сможете компенсировать. То есть, ну, интересный факт, когда вы можете посмотреть, поанализировать и подумать. Другой из моментов – это арбитраж. То есть, помимо того, что это полностью реплицируемая стратегия с помощью опционов, все мы как опционщики знаем, что опционы состоят из нескольких греков, то есть волатильность, тета, гамма, тет, дельта и так далее. У вас уникальная возможность появилась выделить и не захеджировать именно стратегию волатильности. То есть те, кто, например, очень классно специализируется на супер-дельта-хеджи, которые хотят избавиться от риска и волатильности. Без проблем. С помощью этого инструмента вы сможете составляющую убрать и просто реализовывать получение теты в своем портфеле. Как один из вариантов. Ну и классическая стратегия – это обычно спекулятивный арбитраж. Вот, собственно, то, что я хотел обратить внимание. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, готов ответить. Знать не будем? Ну, можно. Будем. По ГО, все-таки, когда, вот, Метинько говорил, вы работаете на этом сейчас? Примерные сроки можешь назвать? Но, к сожалению, сейчас у нас есть некая внутренняя, внутренний регламент по релизам. Собственно, вот, в следующем году троллируется и в два, в середине года и в конце года. То есть, если мы успеваем сделать, то это будет в середину года, если не успеваем, то конец следующего года. Но, к сожалению, даты такие. Ну, нет, либо июнь-юль, либо конец следующего года. Да. Раньше не будет. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.